Я не первый раз в Алма-Ате, много раз бывал. Естественно, трамплины видел еще, когда они строились, к азиатским играм. И потом уже, когда были построены их. Так что по поводу трамплинов у меня вообще никаких сомнений не было, что они будут готовы и встретят универсиаду полностью подготовленные. Ну, конечно, вот этот новый хоккейный дворец, ну, старый хоккейный дворец я тоже видел давно. Он там стоит, где женский хоккей будет. Но вот этот новый, конечно, впечатляет. Ну, и арена, и снаружи, и внутри зал очень светлый, такой теплый. В хорошем смысле холодный лед, но теплая атмосфера. Тренировочный каток рядом. Поэтому, ну, я и не сомневался никогда, что все будет готово не в последний день, а вот уже заранее. Не часто так встретишься, иногда бывает на универсиадах. Вот так, знаете, там остается еще месяц, а еще доделают что-то. Здесь все так основательно уже практически вот. Новая даже арена, она уже вот почти на 100% готова. Ну, у нас всегда ожидание, мы всегда нацеливаемся на первое место, чтобы выигрывать. Понимаете? Плохо те спортсмены, которые едут на соревнования и там планируют себе место в десятке, или там вторые, третьи, все должны стремиться выиграть. А получится или нет, я понимаю, что спортсмены Казахстана дома, здесь постараются выступить успешно и выиграть, и чтобы порадовать и зрителей. И это правильно, вот. Поэтому, если мы кому-то и проиграем, то только чтобы это были спортсмены Казахстана. Тогда, значит, тогда это нормально. Ну, будем стараться, конечно, выступать как можно лучше, чтобы, во-первых, игры будут от этого интереснее. Это студенческий спорт, и здесь очень сложно прогнозировать выступление команды, потому что бывает в один год какая-то страна блеснула в этом виде спорта, а следующий год вообще незаметно, потому что это не как в большом спорте, знаете, в спорте высших достижений, в олимпийском спорте. Там, понятно, предыдущий чемпионат мира, там чемпионат Европы, чемпионат Азер, выиграли такие-то спортсмены, так-то выступили, значит, на Олимпиаде будет страна выглядеть следующим образом. Здесь на одних играх вот было так, потом студенты закончили вуз, ушли, перестали быть студентами, приезжают другие, они могут быть сильнее, могут быть слабее и отследить. Не по всем видам спорта чемпионаты мира проходят студенческие, поэтому отследить и прогнозировать достаточно сложно. Ну, всегда стараемся привозить сильнейших. Никто же слабейших не хочет везти. Не всегда, правда, получается, потому что многие студенты, которые, они студенты, но спортсмены входят в основные национальные сборные, а у них в эти моменты идут этапы Кубка мира, там как бы у биоклонистов, у лыжников, и никто не отпустит, конечно, важнее там очки набирательные, этапы Кубка мира, это национальная команда, отбор, чемпионат у мира, или идут какие-то соревнования, поэтому, ну, вторые, третьи составы, молодежные составы, ну, они, конечно, они послабее тех. Если привезти всех сильнейших студентов, ну, тогда, ну, это редко удается. Но я думаю, вам удастся, когда у хозяев всегда выступают сильнейшие составы. Спасибо. Спасибо.